Mass Effect 2, Tomb Raider, Stalker, Metro 2033, а также кто отомстит за наших дальнобойщиков и какие отечественные игры самые лучшие. Это и многое другое прямо сейчас в виртуалите. Кинокомпания Warner Bros. планирует переснять фильм Mortal Kombat, одну из самых успешных игровых экранизаций. Сценарий для дрочливого ремейка уже пишется, а кино собираются выпустить не раньше следующего года. Будет ли там знаменитая песня Mortal Kombat и наш любимый Джонни Кейдж? Не знаю. Зато я точно уверен в том, что зовут меня Макс Васильев, вы смотрите виртуалити и мы начинаем. Дальнобойщики 3 покорения Америки нанесли удар российским геймерам ниже пояса. Вместо заснеженной России игрок попал в солнечную Калифорнию. Увидев такую несправедливость, чехи расторопно состряпали подделку 18 стальных колес экстремальные дальнобойщики, где мы сможем развозить грузы в знакомом заснеженном антураже. Правда, это все равно Америка, но очень похожая на нашу трассу Вышний Волочок в Драпушск. Неубранный снег, ледяные проталины, в которые можно провалиться, наглые водилы, прущие повстречки. А это, вот это мы. А вот и снегоуборочная машина. Мы-ка подпихнем ее туда, где снега побольше. В общем, ничем, кроме вот этой вот трассы, игра не цепляет. Ну так буквально 5 минут подурачиться в снегу и удалить ее нахрен с жесткого диска без малейшего сожаления. Нет больше никаких героев. Именно так хочется сказать, посмотрев на выкрутасы Трэвиса Тачдауна, главного героя от вязаного рубилова No More Heroes 2. Этот беспринципный парнишка бегает по богатому особняку со светящейся палочкой, изображая Туна Городецкого из ночного дозора. И рубит этой палочкой иных, ну, то есть тех, кто на него не похож. Нет пощады даже теткам в бикини и мордастному любителю гангстер-рэпов. Ну а в перерывах между побоями Тачдаун занимается... эээ... чем-то там занимается-то. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, в общем, как вы видите, героев больше действительно не одни за друг. Чем заняться мужикам в супер-костюмах? Конечно, драться с другими мужиками и спасать галактику. Если это занятие вам по душе, тогда шутер Section 8, который мы наконец-то полностью локализовали, это то, что нужно. Отныне вас зовут Алекс Корт, и по работе вы будете носить реактивный ранец, экзо-костюм, увешанный пистолетами, пулеметами, гранатами и прочим оружием. В составе восьмого пехотного бронекорпуса нужно положить конец страдания мирных колонистов, которых прям-таки душит зловещая организация «Рука Ориона». Чтобы эту самую руку заломать, вам нужно знать три вещи. Первое. Не забывайте устраивать атаки с воздуха и вызывайте танк. Второе. Не стесняйтесь просить помощи у коллег по корпусу. Для этого в игре есть шикарный мотиплеер. И третье. Из пулеметов пробить броню робота невозможно. А вот ножом запускай. Американский парнишка Джордж Ходс утверждает, что сумел взломать защиту консоли PlayStation 3. Более того, запустить на ней самодельные программы и пиратские игры. Компания Sony пока никак не комментирует это заявление. Но что-то мне подсказывает, что этого смелого хакера в дальнейшем ждут большие проблемы. Но, надеюсь, не такие большие, как у героев нашего следующего сюжета. Когда инопланетные твари раздают друг другу тумаков, да еще таких, что аж в ушах хрустит, ничтожным людишкам лучше не вмешиваться в их разборки, а бежать сломя голову куда-нибудь подальше от этого беспредела. Иначе им не только головы не сносить, есть еще риск стать кормом для следующего поколения пришельцев или чьим-то охотничьим трофеем. Именно такая роль отведена человечеству в грядущем шутере «Чужие против хищников». Название говорит само за себя. Людям тут места нет. Однако, вопреки здравому смыслу, лезут они, лезут и в жалкие гомо-сапиенсы наражен своим высокоразвитым братьям по разуму. Видимо, Шилла в одном месте толкает их искать на это самое место новые приключения. Всего в игре будет три кампании – «За чужих», «Хищник» и «За морпехов». Начинается все с того, что на одну из священных для расы хищников планет прибывают археологи с отрядом военных. Они случайно откапывают яйцекладку «Чужих». Что будет дальше, понятно. «Хищник» желает уничтожить наглых вандалов, люди попробуют свалить оттуда, прихватив на память много всего ценного. Ну а «Чужие» – эти парни просто хотят кушать и защищают королеву. Конечно же, такие огромные различия главных действующих лиц отразились и на многопользовательском режиме. Мы даже позвали геймеров и дали им погонять в мультиплеере. Он заставил их реально попотеть. Прикиньте, я бегу по коридору, а тут сбоку этот «как» прыгнет. Пехотинцам нужно играть очень осторожно, потому что очень страшно. В общем, «Чужие» против «Хищника» получаются довольно разноплановым шутером. Тут и типичная мочилова с элементами фильмов ужасов в миссиях за морпехов, и научно-фантастический стелс в компании «Хищника», и безостановочный экшен со стороны зверепых «Чужих». Не знаете, кого выбрать? Обратитесь к киноклассике. Диалогия похождения «Хищника» и четырех фильмов о «Чужих». Но ни в коем случае никогда не смотрите ужасные фильмы из серии «Чужой» против «Хищника». Иначе... Интеллект, а порадуй меня какими-нибудь хорошими играми. Пожалуйста. Вот недавно вышла чудесная приключенческая игра «Евлампия Романова. Нежный супруг олигарха». Слушай, Интеллект, а ты на какой помойке находишь все эти игры? А неужели бывают хорошие отечественные игры? Бывают. Конечно, бывают. И я тебе это докажу. Смотри пятерку лучших отечественных игр. Открывает нашу пятерку лучших отечественных игр ужастик «Анабиоз Сон Разум». Правда, это проект украинских разработчиков, но ведь они нам, ну, как братья, да? И, между прочим, в их числе были люди, которые работали над великим Крайзисом. Главный герой — метеоролог Александр Нестеров, блуждает по затерянному в снегах Арктики атомному ледоколу «Северный ветер». Команда корабля озверела от холода и одиночества и кидается на храброго полярника. Игра отличается интересным сюжетом, красивой картинкой и интересной системой переселения душ, называемой «ментальное эхо». К сожалению, шутер серьезно тормозит даже на мощных тачках, и от этого неожиданные появления монстров кажутся уже не такими неожиданными. Поэтому только пятое место. На четвертом месте — триумфальное возвращение знаменитой Kingsbound. У разработчиков из студии Катаури получился отличный ремейк классической тактической ролевой игры. Все ярко, живо и красочно. Западные и отечественные критики встретили проект на ура, и он получил немало наград с пометкой «Выбор редакции». А в продолжении с подзаголовком «Принцесса в доспехах» фигурировала фигуристая принцесса Амелия. Игра с шаловливой принцессочкой в бронированном бюстгальтере принимает четвертую позицию нашей пятерки. Третьим становится Сталнин. Тоже украинский шутер, но он также близок нашим геймерам, и назвать его зарубежно просто язык не поворачивается. Там же надо расплачиваться советскими рублями, а герои пьют водку. И называют его, в общем, не иначе, как «Славянский фоллаут», навеянный произведениями братьев Стругацких. Более двух миллионов проданных копий, шесть лет разработки и множество игровых наград. И это только первая часть. А ведь есть еще два полноценных дополнения. Сталкер стал первым и единственным славянским шутером, который полюбился западным геймерам. А это, как-никак, достойно третьего места. Второе место занимают удивительные космические рейнджеры 2 «Доминаторы». Эта смесь из стратегий и квеста ролевой игры затянет игрока мгновенно и отпустит неохотно. Сюжеты, размах уровня масс-эффекта, юмор и непростые логические головоломки, экономическая, ролевая и аркадная составляющие — все это практически идеально. Средняя оценка игры на Западе — 84 балла. И это лишь потому, что они так и не смогли понять большинство шуток в диалогах космических рейнджеров. Однозначно второе место. Ну и возглавляет нашу пятерку лучших отечественных игр нестареющая классика авиасимулятор Ил-2 «Штурмовик». Кто бы мог подумать, что практически хардкордная леталка получит от западной прессы средний балл 91 из 100 возможных, обзаведется десятком отличных дополнений, появится на консолях сразу двух поколений и будет актуальной даже через 10 лет после выхода. Это несомненный успех российского игропрома и советского авиастроения. Ил-2 «Штурмовик» — лучшая отечественная игра — занимает сегодня первое место. А, секундочку, вы спросите, а как же «Тетрис»? А «Тетрис» — это вам не игра, это легенда. «Тетрис» стал мировым достоянием, его даже в школах преподают. Поэтому «Тетрис» — вне хит-парада. Далее в «Виртуалити». «Масс Эффект 2», «Том Райдер», «Метро 2033», «Суприм Коммандер 2», а также «Что хочет Голливуд от видеоигр?» и «Какая героиня видеоигр самая сексуальная?» Это «Виртуалити», мы снова с вами. Ученые из Питтсбурга выяснили, какие участки мозга отвечают за успешные геймерские навыки. Ими оказались вот это ядро, это зеленое тело и это красное загогулино. Чем они больше, тем человек лучше играет. Честно говоря, все это исследование больше похоже на шарлатанство и бесполезную трату денег. Иначе, как объяснить тот факт, что дети играют лучше своих родителей? У них ведь голова меньше, значит и зоны должны быть меньше. В общем, ладно, оставим этих ученых с их заумными штучками и переходим к новостям. Вы думаете, сейчас в московском метро плохо? Куча народа, дикие давки, переполненные вагоны. А вы посмотрите, что будет там твориться буквально через 22 годика. В шутере «Метро 2033» вы попадаете в московскую подземку постапокалиптического разлива. Толпы монстров, вооруженные бандиты, темные уголки, страх грядущего. Чтобы выжить, вам необходимо убивать. И помните, «Метрополитян» — транспортное мероприятие повышенной опасности. Поэтому не прислоняйтесь к странным дверям, не разговаривайте с незнакомцами, а удозрительные группы лиц, в том числе агрессивно настроенные, лучше расстреливать издалека. Осторожно, говорится, двери закрываются. Следующая станция конечная, потому что поезд дальше не идет. Пожалуйста, выходите из вагонов. И вас там, кстати, уже это ждет. Поклонники ужастиков, странных сериалов вроде «Твин Пикс» и «Консоли Иксбокс 360» ликуйте, будет и на вашей улице «Хэви Рейн». И это не «Алан Вейк», это «Дэдли Приманэйшн». В этой игре есть все элементы приличного триллера. И «Тейнстный город», и «Коварный убийца», и «Отважный агент» по имени Дэвид Янхеннин. И даже голая мертвая тетенька, и кровища, и зомби, и сумасшедший, и страшный злодей, и проливной дождь, и всякие потусторонние штучки. В общем, Альфред Хичкок был бы доволен. Графика, правда, слабовата, зато страху игра напускает полные штаны. Эээ, зачем ты мне свою грязную руку в рот сидишь? Фух, в общем, ждем в феврале. После 25 лет мира три фракции снова сошлись в смертельной войне за мировое господство. Ну, как сошлись? Послали вместо себя гигантских человекоподобных роботов, чтобы начать там бились, а сами сидят в теплых сортирах и давят на пульт управления. Примерно такие события происходят в грядущей стратегии Supreme Commander 2. Итак, роботы отстаивают интересы трусливых дядек, и ваша задача им в этом помогать, управляя грузой металла. Ассортимент роботов весьма велик, от летающих до плавающих и прямоходящих. К сожалению, применить свой стратегический талант в полную силу не получится. Вам постоянно будут капать на мозг говорящие головы, появляющиеся в правом углу экрана. Ну, неужели нельзя помолчать, пока этот воюет? Ну, трындеть, конечно, не мешки и ворочи. Разработчики не отпускают тему черной молнии и собираются выпустить гонки. Ага, и автомобили там, небось, будут похожи на тачки из игры «Мафия» в восьмилетней давности. Ну, вообще-то да, тачки там не ахти. А еще я знаю, что анонсировали игру «Желтая молния». Это что, про автобус? Ты угадал. Эх, чего только наши разработчики не придумают. А вот, кстати, хочешь интеллект узнать, что придумают шведские разработчики? А почему именно шведские? Ну, как почему? Потому что я Абу люблю. Шведский город Стокгольм знаменит не только как родины Карлсона и группы Аба. Это те чуваки, которые поют «Мамма миа», а также производством горяченьких фильмов для взрослых. Шведский город Стокгольм знаменит тем, что здесь обитает много игровых разработчиков. Например, создатели паркурного экшена «Mirror's Edge» и серии Battlefield. Также тут обитает издательство «Парадокс Интерактив», которое знаменита своими хардкордными и не очень стратегиями. В том числе скандально известный «Сталин против Марсиан». В конце января эти ребята решили познакомить журналистов со своими новыми играми и распакнули гостеприимные шведские объятия. Первое, на что мы обратили внимание — задорный сетевой шутер «Линд энд Голд». Очень напоминает Team Fortress 2, только с ковбоями и на Диком Западе. Сделать мультиплеерный шутер на Диком Западе — отличная задумка. Это же идеальное место для погонь, перестрелок, бандитских разборок и бесконечного экшена. А ролевая игрушка «Мэджика» похожа на знаменитый «Дьявло» с режимом совместного прохождения. Только такая очень цветастая, и модельки персонажей красивые. Это приключенческая игрушка с изрядной долей юмора. Мы хотели, чтобы игрок получал удовольствие от того, что бегает по уровню вместе с приятелем, мочит монстра всякой магией и не парится по поводу завышенной сложности или прокачки героя. Такая игрушка для расслабона, ну вы понимаете. Не обошлось и без стратегий, только уже не столь хардкордных, как ранее. Например, игра «Commander Conquest of America» хвастается трехмерными юнитами и завораживающими пейзажами. Представляете, Америка, девственная земля, высокоразвитые племена индейцев, нетронутая цивилизацией природа. И тут наезжают европейцы. И сразу начинается война, золотая лихорадка, вырубка лесов, Макдональдсы всякие, загрязнения кружающей среды. Ну, шутка, конечно. Наша игра как раз о начале колонизации американского континента. А проект Lionheart перенесет геймеров во времена короля Ричарда Львиное Сердце. Действие игры начинается в конце XII века, перед началом Третьего Крестового Похода, который вы, собственно, и возглавите в компании из-за крестоносцев. Если дело пойдет удачно, то можно даже изменить историю. В общем, как ни парадоксально звучит, но компания Paradox потихонечку поворачивается лицом к обычным геймерам, но при этом не забывает и любимые хардкорщиками стратегии. Вот такой и получается парадокс. Далее виртуалити. Что хочет Голливуд от видеоигр? И какая героиня видеоигр самая сексуальная? Это виртуалити, и сейчас мы расскажем вам несколько занятных фактов из мира видеоигр. Например, в грядущем шутере Medal of Honor будет сразу два игровых движка. Один в сингле, это знаменитый движок от третьего Unreal, и второй в мультиплеере. Его можно будет увидеть в шутере Battlefield Bad Company 2. Такой двуликий Янус про войнушку получается. Ну а мы давайте лучше поговорим о чем-нибудь более прекрасном. О женщинах. Лара Крофт снова в кругу геймерского внимания. Нет, новых игр про нее пока не вышло. И нет, Анжелина Джоли не снимается в третьей части фильма про сисястную расхитительницу. Просто составители геймерской книги рекордов Гиннесса признали ее самым успешным, детализированным, узнаваемым женским персонажем видеоигр. Всего она получила шесть гиннессовских наград, в том числе за самый успешный фильм по игре и самое большое количество моделей, представляющих героиню в реальной жизни. В общем, Лариска жжет. Героем нового Assassin's Creed будет женщина. И охотиться она будет на немецких офицеров Второй мировой. Такие предположения высказывали фанаты относительно третьей части. Однако разработчики всех обломали, сказав, что в продолжении вновь появится Этсо, герой второй части. Также Юбисоф официально анонсировал мультиплеер. Ну, наконец-то. А что, это может быть вполне занятно. Устроить паркурные гонки или совершить массовое скидывание с колокольник. А дать выхода пока ничего не есть. Голливудские продюсеры весьма заинтересованы в создании фильма по игре Mass Effect и уже ведутся переговоры с разработчиками. Киношников можно понять. В недавно появившемся Mass Effect 2 командор Шепард может заняться сексом уже не с двумя героинями, как в первой части, а с тремя. И снова одна из них — инопланетянка. От Шепард, от развратник. А ведь ему еще и планетку спасать. Как все успевает. Как бы у Голливуда не вышло фильма с пометкой «Только для взрослых». Интеллект, ты представляешь? Mass Effect 2 вроде бы недавно вышел, а геймеры уже все интимные сцены раскрыли, да еще и в интернет ролики выложили. Да. Эх, молодежь. Точно. Ну а если вам в Mass Effect никто не дает, вы не знаете, куда лететь, и вас постоянно убивают, не отчаивайтесь. Я помогу вам. Космос Космос стоит в себе множество самых неожиданных опасностей. Он заставляет людей совершать отчаянные поступки, выявляет их самые глубокие страхи и потаенные желания. Командор Шепард, главный герой космической ролевой саги Mass Effect, знает об этом не понаслышке. Во второй части игры ему снова предстоит много болтать, и делать нелегкий выбор. Кто выживет, а кто загнется, кого взять в команду, а кого кидануть, спасти колонистов или перебить космических гопников, все это решает Шепард и вы вместе с ним. В особо напряженных моментах диалога Командор поможет слово делом и проучит взорвавшегося негодяя, если, конечно, вы нажмете правильную кнопку. Конечно, рядом с героем всегда будут нахлебники, в смысле напарники, которых во второй части, кстати, стало намного больше. Ба, да среди них полно старых знакомых. Кто-то из них войдет в ваш отряд, а кто-то предпочтет отдуплиться в стороне, но тогда его место с готовностью займут новые герои. Они, кстати, еще лучше, милее и краше былых соратников. Тут и секси-дамочка, и юная оторва-панкушница, и парочка мрачных инопланетян, и еще несколько ярких личностей. Как и прежде, всех нужно одевать и обувать, водить за ручку, в смысле руководить ими в сражениях, и постоянно цыкать на них, чтобы не цапались друг с другом. Переодевание героев происходит... Нет, не в раздевалке, а на специальном экране. Тут мы их вооружаем, даем броню, прокачиваем стволы и гаджеты. В меню самого героя находятся его боевые и технические характеристики, а также умения. Чем больше вы завалили врагов и выполнили заданий, тем больше будет ваш опыт и уровень. Соответственно, больше умений будет и у ваших героев. Они станут лучше стрелять, лечиться, взламывать электронные замки. Доказать, что он хакер, а не ламер, Шепард сможет ломать защиту терминалов с информацией, или восстанавливая поврежденные носители. И то, и другое оформлено в виде мини-игр, которые несколько отвлекут вас от двух главных элементов этой игры. Выполнение различных заданий и постоянных столкновений с противниками. Все полученные задания записываются в вашем журнале. Их всегда можно просмотреть и выяснить, например, что вы только что завалили квест на 8 тысяч кредитов, застрелив косо посмотревшего на вас робота. Чтобы это не повторилось, внимательно изучайте задания и просматривайте кодекс. Именно оттуда вы узнаете, кто враг, а кто друг. Так заполняются пробелы вашего галактического образования, и оттуда вы получаете сведения для побочных заданий. А вот для сражений с серьезными противниками вам понадобятся иные знания. Поэтому в таких ситуациях лучше пока убежать и отсидеться. До следующего выпуска, где мы расскажем, как без последствий надрать зад самому страшному галактическому ужасу. Ну и напоследок посмотрите на этих цыпочек из игры Dead or Alive Paradise. Раньше так называлась серия файтингов, а теперь под этим названием выходят вот такие игрушки. Симпатичные, правда? Ну а мы с вами увидимся через неделю, и вы узнаете кое-что о конфликте вокруг Modern Warfare 2, прошерстите космос в поисках приключений и почувствуете себя настоящим императором. С вами был Макс Васильев. Стэндбай.